Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео важный вопрос. Лучшие редакторы PDF. Итак, файлы в формате PDF очень популярны для самых разных задач. А вот их редактирование – задача нетривиальная. Если вам требуется полнофункциональный редактор PDF, способный не только оперировать страницами и целыми файлами, а изменять текст и другие элементы в таких файлах без потери форматирования, при этом полностью бесплатный, отыскать такие не получится. Либо бесплатный редактор PDF с ограниченными возможностями, либо со всеми необходимыми функциями, но платный, иногда с бесплатным пробным периодом. Итак, в этом видео лучшие редакторы PDF, большинство из которых на русском языке отличающиеся доступными функциями, возможностью бесплатного использования и другими характеристиками. Большинство представленных программ доступны для 10-й винды, 8-ки и 7-ки, а также Mac OS. Отдельный раздел данного видоса посвящен онлайн-редакторам PDF и приложениям Android и iOS. Надеюсь, среди них вы найдете тот вариант, который подойдет вам наилучшим образом. Итак, поехали! Итак, начнем наше повествование с важного замечания. В 10-й винде вы можете сохранить любой документ, изображение, веб-страницу и многие другие материалы, как PDF. Для этого в программе, в которой вы создали или открыли этот файл, запустите печать. А в качестве принтера выберите Microsoft Print to PDF. Этот виртуальный принтер выведет ваш файл как файл в формате PDF. Интересное решение! Итак, первая программа – Adobe Acrobat Pro DC. Формат PDF изначально был разработан фирмой Adobe, а редактор Adobe Acrobat Pro DC – это официальный редактор для этого типа файлов. Не путать с Adobe Acrobat Raider DC, который предназначен только для просмотра. Итак, редактор платный, но на официальном сайте Adobe можно скачать бесплатную полнофункциональную версию на 7 дней. Если редактирование вам не требуется регулярно, вы можете воспользоваться такой возможностью. Интерфейс редактора не самый привычный, но разобраться с ним сравнительно просто. Все необходимые функции присутствуют. Таковы. Первое. Редактирование текста в PDF, заполнение и подписание форм, комментарии в документах. Настройка порядка и ориентации страниц, объединение нескольких PDF в один файл. Создание PDF-файлов из сканов, распознавание текста. Ну и последнее – это защита PDF от изменения. Есть и дополнительные возможности, такие как добавление аудио и видео в документы, проверка подлинности электронных документов, подписанных электронной подписью, использование сценариев JavaScript для работы с данными в документах. Скачать бесплатную пробную полнофункциональную версию Adobe Acrobat Pro DC вы можете с официального сайта. Ссылочка будет в описании под нашим видосом. Давайте рассмотрим следующую программу, которая у меня стояла на моем компьютере. Она называется Foxit Phantom PDF. Foxit Phantom PDF – еще один мощный редактор PDF-файлов, также на русском языке, с очень широкими возможностями и, возможно, более удобной для пользователей, привыкших к стандартным офисным пакетам. Интерфейс будет более привычным. В части функций я не заметил каких-либо недостатков по сравнению с предыдущим вариантом. Возможно, какие-то отличающиеся нюансы и присутствуют, но все то, что было перечислено в списке для редактора от фирмы Adobe, есть и в этой программе. Довольно-таки интересная, хорошая и качественная программа, она у меня стоит на моем компьютере. Итак, загрузить бесплатную пробную версию Foxit Phantom PDF на 14 дней, при этом потребуется регистрация, вы можете с официального сайта. Ссылочка будет в описании под нашим видосом. Идем далее. Ну а теперь рассмотрим LibreOffice Draft и Microsoft Word. Всем известный Microsoft Word, а также LibreOffice Draft, входящий в полностью бесплатный офисный пакет LibreOffice, умеют открывать файлы PDF и изменять их содержимое. А сейчас важная информация. Однако, редактирование PDF в этих редакторах не похоже на то, которое выполняется в специализированных инструментах для этого. Итак, при открытии файл PDF конвертируется для редактирования, а после его изменения вы можете его экспортировать как PDF, через меню «Файл», «Далее экспортировать». Но это уже будет не тот файл, а новый. Иногда это вполне подходит для решения определенных задач и при работе с простыми файлами, а иногда нет. Более того, сложное форматирование и некоторые элементы могут теряться при открытии документов PDF в указанных редакторах. Тем не менее, помнить о такой возможности может быть полезным для наших зрителей. Идем далее. Ну а теперь следующая программа. Довольно-таки интересная пророга PDF-архитект. PDF-архитект, на мой взгляд, одна из самых хорошо оформленных программ для работы с файлами рассматриваемого формата. В данном редакторе есть все необходимые функции, но есть одна проблема. Почти все доступно только платно. Причем предлагается возможность купить функции отдельно. Например, только редактирование, но без распознавания текста. Или все сразу. Официальный сайт программы вы увидите в описании под нашим видео. Сайт на английском, но сам редактор доступен полностью на русском языке. Идем дальше по нашему видеоролику. Следующая пророга – PDF-сам. Итак, PDF-сам – это не единственный продукт, а сразу несколько программ для редактирования PDF. PDF-сам Basic доступен полностью бесплатно. Но и набор функций в нем ограничен и включает в себя следующее – разделение файлов PDF по страницам или на файлы заданного размера, объединение нескольких файлов в один, поворот отдельных страниц в документе и извлечение нужных страниц из PDF-файла. А если требуется полноценное редактирование PDF, то придется обратиться к программе PDF-сам Enhance, которая является клоном упомянутой выше PDF-архитект с той же системой оплаты функций. Официальный сайт, где можно скачать программу PDF-сам, будет опубликован в описании под нашим видосом. Идем далее. Итак, следующая пророга – PDF-24 Creator. Как можно предположить по названию программы, бесплатный редактор PDF-24 Creator служит в первую очередь для создания файлов PDF. Но подход к их созданию здесь интересен. В ручную добавляется набор разных файлов, документов, изображений и прочих, после чего форматируете из них или формируем из них единый файл PDF с возможностью удалять и менять порядок или ориентацию страницы. Может оказаться полезным. Скачать PDF-24 Creator на русском языке вы можете с официального сайта. Ссылочка будет указана в описании под нашим видосом. Итак, следующая интересная программа – Wondershare PDF-Element. Итак, редактор Wondershare PDF-Element платный и только на английском языке. Но в нем присутствуют особенности, которые могут позволить использовать его в некоторых случаях. Итак, первое. Без активации программы вы можете редактировать файлы PDF, но не можете их сохранять. Второе. Однако, отредактировав файл, вы можете вывести его на печать, а в качестве принтера выбрать виртуальный принтер Microsoft Print.to.pdf, либо аналогичный принтер, устанавливаемый данной программой. Третье. Этот принтер печатает измененный файл в виде PDF. В итоге мы имеем отредактированный файл в формате PDF. Важное замечание. Такой напечатанный файл уже не подходит для дальнейшего редактирования из-за особенностей форматирования. Официальный сайт программки будет указан в описании под нашим видосом. Продвигаемся по нашему видеоролику. Следующий важный вопрос нашего видоса. Онлайн-редакторы PDF. Итак, практически все бесплатные онлайн-редакторы PDF очень ограничены и позволяют следующее. Добавить текст в документ, но не изменять имеющиеся. Может подойти для заполнения анкет и других форум. Следующее. Добавить аннотации и выделить фрагменты текста. Ну и последнее это удалить или перевернуть страницы. Среди популярных онлайн-редакторов PDF могу назвать следующее. PDF24 Tools. Ссылочка будет в описании у нас под видео. Small PDF. Тоже ссылочка вы узнаете в описании. High PDF. И PDF Escape. Он только на английском, но ссылочка будет у нас тоже в описании под нашим видео. Есть и официальные инструменты редактирования файлов PDF онлайн от фирмы Adobe. Они доступны на сайте. Ссылочка будет указана в описании под нашим видео. И требуется наличие учетной записи Adobe Creative Cloud. И, насколько я понимаю, активного пробного периода или оплаченной подписки. Ну а теперь последний вопрос нашего видоса. Тоже важный создание и изменение PDF-файлов на Android и iPhone. Итак, с редактированием файлов PDF дела обстоят не лучшим образом. Но на некоторые приложения, доступные в официальном магазине Play Market или App Store, обратить внимание стоит. Итак, первая прога Microsoft Office Lens и Adobe Scan. Это два приложения, которые умеют сканировать бумажные документы с помощью камеры, умеют или имеют возможность распознавания текста ОЦР и сохранения файлов PDF. Могут состоять из нескольких листов. Вы сами выберите, какие попадут в итоговый файл. Следующая прога Adobe Fill & Sigm. Приложение для заполнения форм в файлах PDF или даже бумажных путем сканирования с помощью камеры с последующим заполнением. Позволяет сохранить начертания подписи, данные для быстрого заполнения, это адрес, имя и другую информацию, для быстрой вставки в разных документах, анкетах, заполнения и других файлах, будем говорить так. Ну и последняя прога это Microsoft Word. Файлы, созданные в мобильном Word, можно сохранить как PDF. Для этого в меню есть соответствующий пункт. Ну вот на этом, в принципе, как бы и все. Так что в комментах вы можете поделиться своей информацией. Информация может оказаться полезной как для нас, так и для других читателей и зрителей нашего канала. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.Про. Я думаю, данная информация принесла вам пользу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok